Все здорово. Сыграли сегодня. Была договорена сыграть терпеливо, ждать своего шанса и не дать Казани каких-то ошибок своих. Старались и вратари молочек сегодня. Стас Васю подменил, Вася вышел после травмы сразу. Все молодцы. Седых волос эта игра добавила? Я не знаю, я еще молодой. Про буллитры скажи. Тренируешь такие? Нет особо. Особо не тренирую. Получается само-то. Когда выкатывался, ты знал, что будешь делать? Конечно. Егор, большие эмоции, классная победа. Уделись впечатлениями от сегодняшней игры. Тяжелая игра, конечно. Игра вратарей сегодня была такая. Два вратаря на ноле стояли, буллиты все решили. Конечно, очень рады. Вторую игру на ноль играем. Надо продолжать в том же духе. Ну и третья победа подряд. Это круто. Ну, конечно, надо продолжать. Обилие силовой борьбы сегодня все ли хорошо? Борьба, конечно, хорошо, но неудачно немножко получилось. Игрок травму получил, конечно, не знаю, без комментариев даже не знаю. Пойду извиню сейчас, если увижу его, если он там все нормально с ним будет. Спрошу как, что. Ну, наверное, не хотел там. Конечно, конечно. Вышел со смены. Вообще хотел перехватить шайбу. И не видели друг друга, столкнулись. Надеюсь, что все будет хорошо. И в целом, подведи итог домашней серии. Два матча на ноль, две победы. Наверное, хороший задел перед выездными матчами. Да, конечно, две победы. Повторюсь, две победы на ноль. Здорово сыграли. И нужно продолжать еще улучшать свою игру, чтобы не доводить до буллитов завершать игру в основное время. Все, готовимся к выезду. Ну, я думаю, хорошая живая игра. И думаю, сегодня, наверное, большая похвала нашим вратарям обоим, да? Наверное, и Белял, Кошечкин сыграли. Хорошо держали. Такую нить, наверное, помогли обеим командам. Но по буллитам нам не повезло. Спасибо. Прежде всего, Войя Ткачева здоровья, да? Да, хорошая игра. Жестко все, наверное, было. Действительно, здорово сыграли в рутари, поэтому голов было... До буллитов не было их, да? Так, ребята молодцы. Опять отработали на славу. Алексей Дузенко, сайт ХК «Металлург». Хотелось бы благодарить двух тренеров за сегодняшний хоккей. Тут просто хороший матч был. Дмитрий Вячеславович, по ситуации с травмированным Ткачевым что-то уже известно? То, что он шел в себя, сейчас известно. Больше пока ничего. Идет медовслуживание. Сегодня вы на игру поставили, в отличие от предыдущих двух матчей, не шведского вратаря, а Тимура Белялова. Это у вас договоренность такая была? У нас свой план, да. Илья Петрович, сегодня было хорошее движение, особенно даже когда во втором периоде запирали соперника и по две, по три минуты возили в эту зону. Это с физикой уже все. По три, мне кажется, он что-то мочканул, нет? Ну, там сейчас второй период такой интересный. Знаете, тут кто кого на атаке поменяется и потом есть возможность зажать. Ну, да, по две, по три, наверное, многовато. Да, но такие же были моменты там и в конце периода, когда нас зажимали, там приходилось уже мне тоже менять игроков, чтобы такого оборонительного плана, чтобы откопаться. Поэтому сейчас такие вторые периоды, да, что все меняются на атаки и держат шайбу на моменте, да, и пытаются забить на уставшем сопернике. У нас есть один человек, который на флажке, пока, так как мы не знаем, выйдет он, не выйдет. Пока не буду говорить, кто этим. Лео Петрович сегодня про Василия хотел бы спросить тоже. Человек получил небольшое повреждение, но все равно вернулся и продолжил играть. Ну, это командное дело, да. И Вася молодец за повреждение. И Стас Галимов вышел, его заменил, и потом сменился. Это, ну, видно, что команда. И последний вопрос. В конце уже, когда победили по буллетам, трибуны долго не отпускали, кричали, молодцы. Это, наверное, такой кураж прям был. Понравилось, то, что трибуны так реагировали. Спасибо, да, болельщикам еще раз. И за поддержку, и за то, что так отреагировали. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок